Привет-привет! Я давненько ничего вам не показывала из своих работ, а все потому, что ничего большого в принципе и не делала. Произошло это по двум причинам. Первая причина, я ждала материалы на большой альбом. Кстати, часть материалов я вам показала в предыдущем видео, и там была вот эта ткань. Видите, я успела сделать из нее папочку, и как раз здесь видно, что на ней очень красивый рисунок. Вторая причина, это то, что я подавала заявку в блог АгиАрт, в дизайн-команду, и ура-ура, меня приняли. Так что теперь, надеюсь, я вас смогу вдохновлять на страницах этого блога. Я обязательно под видео прикреплю ссылочку, заходите в гости, я уверена, найдете для себя много интересного и вдохновляющего. Сегодня я решила просто вам показать то, что лежит на моем рабочем столе, и в скорости отправиться к новым хозяевам. Начну, пожалуй, с этой папки. Это папка для свидетельства о браке. В принципе, классическая папка, она выполнена, как видите, из молочной ткани, с ярко-красными акцентами. Вот такой тканевый цветочек, кстати, с Алиэкспресс. И очень мне понравились вот эти вот маленькие веточки, они так стильно смотрятся. Хотя это нож тоже с Алиэкспресс, и как раз вот эти вот маленькие веточки шли к нему дополнение, потому что сам нож такой большой венок. Внутри папка тоже красная, и вот с такой вот очень красивой бумажкой, которую я сделала по краю кружевом. Здесь два клапана из пленки, куда будет вставляться свидетельство о браке, и закрывается папка на магнит. Следующая у меня лежит вот такая нежнейшая открыточка. Я ее сделала на заказ, на день рождения. Об этом, собственно, говорит Чеборд. Здесь я уже использовала ножи от Агиард. Это вот такая вот очень универсальная салфетка. Нежнейшие цветочки. И вот такие вот веточки. Их, возможно, не очень хорошо видно, потому что их я сделала из краб бумаги, и она такая бежево-зеленая. Веточки очень и очень мне понравились. Планирую себе обязательно такие заказать. Цветы здесь у меня разные. То есть вот этот большой цветок тканевый, это один из моих последних заказов с Алиэкспресс. Мне показалось, что они слишком блестящие, но я забелила белым грунтом, и получилось очень достойно. Несколько цветов у меня здесь тайских. И вот эти вот совсем малепусенькие, это Прима. Здесь я сделала вот такой стульчик гипсовый. Меня часто спрашивают, какую массу я использую для молдов, для создания гипсовых фигурок. Поэтому я сегодня специально ее приготовила, чтобы вам показать. Это вот такая паста ДАЗ. Мне кажется, я покупала ее в Гроссхаусе, но я не уверена, поэтому утверждать не буду. Здесь полкило. Она довольно-таки увесистая, но когда фигурка высыхает, она становится гораздо легче. Я бы не сказала, что паста очень крепкая. Фигурки все-таки несколько такие хрупковаты, на мой взгляд. Но для работ неплохо подходит, и я стараюсь просто не использовать слишком тонкие ажурные молды. Еще я хочу вам показать серию АТС, которую я недавно закончила. Я очень люблю фэнтези и все, что связано с этим жанром. Поэтому Толкиен, любимый писатель, а Хоббит и Властелин колец вообще моя история. Эту серию я сделала по аналогии с предыдущей, которая была посвящена игре Lineage. Здесь тоже черный фон, текстурные пасты, воск и слюда, микробисер. Также на каждую карточку я добавила стеклянный кабошон, который окрасила алкогольными чернилами Ranger. Мне совсем недавно пришли эти чернила, и я в полном восторге от их возможностей. Изначально для каждой карточки я хотела придумать название, но с названиями у меня все печально, поэтому они остались безымянными. Первая карточка вот с таким красным драконом. Вторая вот такая вот зелененькая, но тут явно какой-то дракон лесной. Третья карточка. Это мне очень нравится, здесь такой темно-синий кабошон, очень красиво паста растрескалась. И на чипборд я нанесла черный эмбосинг и еще добавила кварцевую пудру. Нет, это скорее кварцевый песок насыщенного синего цвета. Как раз эта карточка меня загнала в тупик, и я не смогла придумать название, и оставила эту безнадежную затею. Следующий дракон такой. Это призрачный дракон. У картинки не хватало крыла, поэтому я сделала его из ацетатной пленки, и тоже окрасила алкогольными чернилами. Причем вот эта прозрачность сыграла мне на руку, потому что изначально у дракона, видимо, крылья были прозрачные, так как сквозь них видно луну. И в заключение вот такой ледяной дракон. Кстати, я сняла мастер-класс по этой карточке, постараюсь в ближайшее время смонтировать видео и выложить его на YouTube. Если вы захотите сделать такой ТС вместе со мной, не пропустите. Вот, собственно, и все, что я вам хотела сегодня показать. Была рада поболтать с вами. Всех целую и обнимаю. До скорых встреч. Пока-пока.